Вечерний эфир ТСВ продолжает программа «Экспертное мнение». В студии работают Ирина Руснак и Александра Гашицкая. Вчера на Приднестровье обрушилась снежная буря. По данным оперштаба, на трассах остались под снегом автомобили, 246 автомобилей. Внутри были водители и дети во многих машинах тоже остались под снегом. Да, ветер был сильный, ломались деревья, люди оставались без света, воды и даже связи. Больше суток со стихией боролись наши спасатели. Сейчас с нами на связи заместитель министра МВД, начальник главного управления по чрезвычайным ситуациям Вадим Шмаленко. Вадим Витальевич, здравствуйте. Добрый вечер. Вадим Витальевич, как вы вообще сегодня спали? Спасатели, мы знаем, работали всю ночь. Ну, сказать, что я спал, конечно, это преувеличение. Я буквально с воскресенья, с 7 утра находился уже на работе. Действительно, накануне нам поступило сообщение из гидрометеоцентра, штормовое, о том, что в нашем направлении движется циклон. Ожидается большое выпадение осадка в виде мокрого снега, переходящего снега, сильный ветер с прорывами до 23 метров в секунду. Конечно, из опыта я прекрасно понимал, что это будет вызывать большие проблемы. Это может быть и поломанные деревья, и снежные заносы. Было принято решение о переводе личного состава главного управления по чрезвычайным ситуациям на усиленный вариант несения службы. Все сотрудники были подняты по тревоге и практически до сегодняшнего дня еще не несут службу. Единственное, мы, конечно, отпускали тех сотрудников, которые заступали на следующий день на смену, чтобы они могли немного отдохнуть. Этот день, конечно, я провел в дороге, в поле, как говорится, потому что сразу же появились, как только начал ветер, начали выпадать осадки, появились сообщения о том, что наши граждане, двигающиеся на автомобилях, да, иностранные граждане, которые ехали в нашу республику, попали в сложные метеоусловия, где-то, если по-простому говорить, улетели в Кювет. Вадим Витальевич, а вот со скольки, с какого времени, да, начали поступать эти сообщения? Снег начался уже, по-моему, с утра, уже сильный шел. Наша техника выехала буквально в 10 часов утра, техники главного управления, это передвижные пункты обогрева, они же могут использоваться, как и тягачи, выехали в 10 утра. И буквально в 12 часам уже начали поступать первые сообщения о том, что люди попали в снежные заносы, застряли, ну и так далее. Да, это очень как-то очень стремительно вчера все развивалось, и мы вот как-то привыкли, что когда обильный снегопад, ну, единичные случаи с людьми застрявшими, и мы чаще, наверное, больше внимания даже как-то уделялось там деревьям сломанным, поврежденным каким-то электросетям. Но это вот не вчерашняя ситуация. Очень много было сообщений о том, что люди застревали в машинах, причем застревали где-то на удаленных от городов трассах. И как вы вот во всем этом потоке сообщений вообще решали, кому оказать помощь в первую очередь? Ну, информации действительно поступало очень много, с разных направлений, люди застревали буквально на всех направлениях, от Каменки, ну, в меньшей степени до Днестровска. Днестровск – это Григориополь, Дубасары, Террасполь, Мандеры, скажем так, южная часть наша. Это здесь действительно основной удар стихии пришелся. Здесь больше всего застряли автомобили как на дорогах государственного значения в сторону Каменки, так и на дорогах местного значения, где люди также передвигались и застряли. Действительно, ситуация очень быстро развивалась в динамике. Вызвано это было тем, что не столько, скажем так, осадками, которые выпадали, сколько порывами ветра, которые создавали вот такие, во-первых, нулевую видимость, во-вторых, налить, налипание снега на ветках деревьев, создание сугробов таких, которые мешали передвижению. Естественно, автомобили застревали, и нам приходилось автоматически на это реагировать. Вадим Витальевич, вот мы знаем, что вчера, да, многие, я думаю, наверное, наблюдали, что очень много сообщений было поступало вот от тех людей, которые застряли на трассе Шибко-Григориополь, там мамы писали с призывами о помощи, да, и мы знаем, что люди там застряли примерно с двух часов дня, уже оказались заблокированными, а помощь к ним добралась только к двум часам ночи. Почему так долго? Да, действительно так получилось. Техника коммунальных служб выехала, опять же, ее недостаточно, все-таки очень серьезный циклон. Вы знаете, этот циклон прошелся и по Крыму, и по Украине, и сейчас... Да, там еще похуже ситуация. И там еще похлеще. И мы столкнулись с такой стихией, которую очень трудно предсказать, очень трудно ее преодолеть. И та техника, которая у нас имеется в наличии, она действительно работала, работала на пределе своих ресурсов, и скажу, что она тоже начала застревать. Да, мы видели эти сообщения, и это тоже удивительный такой момент, да, снегоуборочные машины, которые, ну, застревают в снегу. Застревают в снегу, потому что идет налипание и рыхлый снег, и они тоже не успевали справляться просто с таким большим количеством осадков и с таким развитием динамики. Естественно, шибка, вот вы обратили внимание на шибку, действительно проблемное направление, там не так много, скажем так, специализированной техники, которая может расчищать дорогу. Все-таки это дорога второстепенного значения, не вообще республиканского. И, соответственно, работа двух тракторов, ну, фактически застопорилась, и создалась вот такая пробка. Видя развитие этой ситуации, было принято решение о закрытии, приостановке движения вообще по всем дорогам республики. Но при этом, после того, как мы уже ввели этот запрет, скажем так, ограничение, на дорогах республики уже скопилось достаточно много автомобилей, в том числе и с детьми, с требующими врачебной помощи. И все приходилось решать очень быстро, из колес. Было проведено заседание, внеплановое заседание представительской комиссии ЧС, так как ситуация развалась стремительно, надо было принимать определенные решения. Было принято решение привлечь технику в Министерство обороны. Также мы обратились за помощью в оперативную группу российских войск, которая оказала помощь, и вот именно в Шибке, благодаря помощи наших коллег, смогли пробиться и эвакуировать всех тех граждан, которые находились в автомобиле. То есть это с помощью уже военной техники, да, там людей спасли? Ну, это не совсем военной техники, это специализированная техника, которая, скажем так, помогла. Это не сугубо военная техника какого-то военного назначения. А что это было? Грузовики какие-то, внедорожники, что это? Это Уралы повышенной проходимости, которые, в принципе, предназначены для прохода по таким труднодоступным местам. И вот с помощью техники нам удалось, с помощью наших коллег, скажем так, удалось преодолеть вот эту сложность трассы. Мы знаем, что в Григориополе, вот на вот этом как раз участке трассы, мы видели сообщение от мамочки, да, одной из застрявших там в автомобиле, с ребенком, который на инсулине. И вот, ну, все переживали, как этот ребенок перенесет... Ну, все получено, все прошло, ребенка спасли, мать спасли, все находятся в удовлетворительном состоянии и оказана им необходимая медицинская помощь. Материн Витальевич, ну, вчера, получается, ночью, да, вечером спасали, можно сказать, людей, застрявших всем миром. А джиперы, да, наши тоже подключились к этой работе, вызволению людей? Джиперы, скажем так, работали на участке, в основном, вот от Клеверного моста до Тирасполь, это блокпоста, так называемого, потому что дальше просто-напросто и джиперов приходилось уже вытягивать. То есть они в более такие доступные места направлялись, да, а вы с техникой серьезно уже... Конечно, конечно. Несмотря на то, что у них высокопроходимые, ну, относительно, скажем так, высокопроходимая техника, конечно, они не сравнятся ни с Уралом, ни с ЗИЛом, ни с другой специализированной техникой. Но, естественно, они тоже оказывали помощь, и хотелось бы им сказать спасибо. Было принято решение эвакуировать людей, не вытаскивать машины, потому что это было уже просто нереально. Здесь необходимо было спасать наших граждан от того, чтобы, не дай бог, не случился какой-то несчастный случай. Поэтому было принято решение эвакуировать граждан, и ряд граждан в Гриополе разместилось, в школе, в гостинице. И в тех самых пунктах обогрева, да? Да, в специальных пунктах обогрева, я сейчас не буду говорить конкретно, в каких, но всего было размещено таких 218 граждан, которым необходима была такая помощь. И эта помощь была оказывана. Несколько случаев обморожения, буквально два, но, тем не менее, не носят какой-то, ну, вот такой... Жизнеугрожающий характер, да? Да, да. Есть, был обнаружен труп мужчины, который, ну, это в отдалении от села, будучи в состоянии алкогольного опьянения, замерз. Не то, что он там в машине замерз, его не спасли, но такие трагедии, конечно, очень жаль, но они иногда случаются. Да, они случаются и в обычные снегопады. В обычной жизни, да. В начале нашего разговора вы сказали о том, что, ну, это такой снегопад, подготовиться, ну, который как будто бы никто не ожидал, подготовиться к нему заранее сложно, но возникает закономерный, наверное, вопрос. Все-таки наш гидромедцентр предупреждал, насколько мы знаем, еще в четверг о том, что будет очень сильный снегопад и очень сильный ветер. Почему оказались по итогу, вот, как вы говорите, ну, не совсем готовы наши снегопады? Ну, я не сказал, что они совсем готовы. Я сказал, что к такому снегопаду и такой динамике развития событий подготовиться довольно-таки сложно. Ну, посмотрите даже на сопредельных государствах. Назовите мне, где идеально прошла вот эта ситуация. На Украине до сих пор они уже люди еще в сугробах. Мы достаточно неплохо подготовлены, но давайте учитывать, что таких снегопадов у нас рекордных я, честно говоря, не припомню. Да, и директора гидрометеоцентра мы так в частной беседе тоже не припомнят. И это довольно сложно предугадать. Мы заранее всегда готовимся к этому. Вот, как один пример. Пункты обогрева, они были готовы, готовы. Сразу людей обогрели. Пункты передвижные наши выдвинулись, выдвинулись. Техника коммунальных служб выдвинулась, выдвинулась. Давайте учитывать, что у нас не так часто случаются вот такие вот снегопады. И, может быть, специализированные именно техники по уборке снега у нас не так много, как бы, как хотелось бы. Ну, то есть, с технической точки зрения, в принципе, все, что могли, сделали, да? Все, что могли, сделали и работали на пределе возможностей, буквально все. И мощь показала, давайте так, мы обошлись без жертв, слава богу. Все люди, которые попали в беду, они были эвакуированы, так или иначе. Да, может быть, где-то и с помощью волонтеров, но, тем не менее, работа была проведена огромно. И это не привело к каким-то человеческим жертвам. Это самое главное, на мой взгляд. Если там машину где-то откопаются, ну, ничего страшного. А где, Владимир Витальевич, а где вот вчера по тому, что происходило, да, вы выезжали на места, где вчера был самый сложный случай? Вот помимо ошибки, да? Может быть, это самые сложные участки, ну, куда я смог добраться. Это все-таки Парканы, Бычок, Клеверный мост. Тирасполь, опять же, вы из Тирасполя до Малаешт. Вот этот вот участок тоже тяжелый. Опять же, мы обозначили Днестровское направление, там между Днестровским и Первомайском. Там тоже спасли пожилую пару, которые застряли в саду, в садово-атравлическом огородниче. Адема, насколько я помню, там же была и женщина с Украины, которая тоже застряла, спасли ее. Вот, а туда очень трудно пробиться, потому что, ну, отдаленность определенная, и действительно, переметы там, как показывают практики, вот, очень большие. Степная зона, Слободзельский район, тоже очень большие переметы. Но были приняты все меры, и все люди были в Акунии. Вадим Витальевич, а вот такой интересный момент. Удалось ли спасателям беседовать с людьми, да? И что говорили люди? Вот Гидромедцентр предупреждал, что будет такой снежный апокалипсис, но люди все равно выезжали. Куда они ехали? Да, Гидромед предупреждал. Мы предупреждали, рекомендовали. Но, как показывает практика, нашим людям надо ехать. Им надо ехать, и все. Они считают, что не успеют прорваться, несмотря ни на что. Ну, в последующем оказываются вот в такой непростой ситуации. Начинаются звонки. Ну, это понятно, людям нужна помощь. Но они все понимают о том, что не так быстро. Знаете, когда раздается там десятки, сотни звонков, и всем нужна помощь. Ну, невозможно отреагировать до момента на все. Но, тем не менее, мы делали все возможное для того, чтобы наших граждан, ну, и гостей нашего государства, скажем так, чтобы они не пострадали. И минимальное количество времени находились в транспортных средствах. Когда на участке, опять же, где-то подшипкой застряла машина, внутри была семья, понятно, они включили печку для обогрева, да, и в результате случилось отравление угарным газом, потому что, да, забился снег. Как вообще в этой ситуации можно ваши рекомендации, как поступать? Вот ты где-то на трассе, заметает, понятно, включаешь машину на обогрев. Как понять, что, ну, вот, ситуация опасная, и что есть этот угарный газ? Во-первых, это такой убийца, как говорят, знаете, как от газовых колонок, вот, бездымоходных, да, здесь важно все-таки открывать периодически окна автомобиля, все-таки, для того, чтобы, ну, была определенная такая принудительная, естественная вентиляция, тогда вы, как бы, обезопасите в определенной степени себя. Да, действительно, снег наметает, люди греются, они в тепле немножко расслабляются, они не ощущают этот газ. Для того, чтобы не было вот таких вот проблем и таких вот последствий, необходимо периодически все-таки окошки открывать, только несколько секунд, там, буквально для того, чтобы прошла вот эта, естественно, вентиляция. Ну, естественно, если есть пледы, укутаться, ждать помощи, не паниковать, это самое главное, когда люди паникуют, они начинают терять самообладание, ну, естественно, могут совершить какие-то недуманные. Ну, вот такие основные рекомендации, которые я бы мог... Да, лучше безнадобности не выезжать, да? Ну, главное, конечно, что конкретно в этом случае все обошлось благополучно, хотя, наверное, если бы, ну, чуть дольше помощь шла, ну, могло бы быть по-другому все. И еще один момент, который хочется уточнить. Мы с вами много раз говорили про систему оповещения, вот, в случаях чрезвычайных ситуаций. Но вот ко мне, допустим, никакого оповещения на телефон, никаких смс-ок не было. Почему? Это не та чрезвычайная ситуация, которая, скажем так, требует именно одномоментного оповещения. Те ситуации, да, вы говорите о системе молния, это те чрезвычайные ситуации, которые носят такой одномоментный характер, и при которых необходимо очень быстро действовать и выполнять определенные правила и требования, которые, ну, одномоментно могут, скажем так, нарушить жизнедеятельность государства, людей. Здесь мы говорим о том, что было штормовое предупреждение. Все прекрасно об этом знали. Рекомендации мы во всех, в нашем телеграм-канале выставляли, эти рекомендации во всех интернет-ресурсах выставляли. Об этом все говорили, и на вашем канале говорили о том, что это будет. Но, тем не менее, у нас граждане, вот, они не всегда прислушиваются, скажем так, к специалистам. Да, еще хотели узнать, вот, мы знаем, да, что спасатели работали вчера весь день, всю ночь, люди не спали больше суток. Сегодня кто устраняет последствия и где сегодня работали? Ну, вы, вот, мы видим все еще на посту. Да, в начале нашего разговора я говорил о том, что смены, которые сегодня заступали, мы их все-таки отпустили вечером, потому что они заступают опять сегодня же на сутки и должны все-таки продолжить ту работу, которую вчера начали мы все. Поэтому сегодня в рабочем порядке у нас дежурят и караулы, и группа экстренного реагирования, и транспорт повышенной готовности, если необходимо, выйдет. Хотя сегодня, вот, я с дежурным, как бы, постоянно на связи, ну, практически мало каких-то вызовов, то есть единичные такие случаи. В основном люди где-то сами уже откапывают свои машины, там выдергивают, то есть нет снега, нет ветра, то есть это можно спокойно сделать, и если есть обращения, то они носят по единичной характере. А что касается вот сломанных деревьев, да, оборванных проводов, как с этим, какие последствия? Ну, скажу так, достаточно небольшое количество было, ну, относительно небольшое количество было поломанных веток, и, да, было на проезжую часть падение, ну, порядка, там, двух десятков. Были отключения электроэнергии, но это понятно, при таких ветрах перехлёсты происходят. В настоящее время уже на 95% эти последствия устранены, электричество практически подано все, к всем абонентам. Последствия погоды, в принципе, устраняются, сейчас защищаются дороги второстепенного движения, ну, как бы, всё идёт к нормальному логическому завершению, скажем так. Ну, мы можем, да, сказать, что действительно наши спасатели сработали очень хорошо, очень много благодарностей в соцсетях от людей, да, что их спасли, вызвали ли они смогли добраться до дома. Да, мы благодарны гражданам за такую оценку нашей деятельности, но, хочу сказать, это наша работа, и мы её должны выполнять хорошо, эту работу. В Приднестровье случился шторм года, но на шторм века вчерашний ураган не тянет, так сегодня сказали в гидромедцентре, но в тот момент, когда это происходило, нам всем казалось, что мы столкнулись со сноящим снежным апокалипсисом. Про вчерашний снежный ураган говорим с директором гидромедцентра Виталием Кальвенко. Виталий Витальевич, добрый день. Вы нас, конечно, о снеге предупреждали, но вот чтобы о таком... Дело в том, что особенность была такая, что ещё циклон не образовался, а мы уже шторм давали. Поэтому тут можно было и, знаете, хорошо, как говорится, попасть лицом не в хорошее место, из-за того, что циклон, допустим, не образовался бы. Но те условия, которые мы видели, которые создавались, они однозначно в 90% случаев приводят к образованию циклона. Виновником кто стал? Это другой циклон, который был над Исландией, и вот он переместился на территорию Российской Федерации. Это редкое явление, нечасто бывает. Но вы знаете, это как в той очереди, когда все стоят в очереди, никто не толкает друг друга, то всё и порядок соблюдается. Как только кто-то ездит с этой очереди, хочет занять получше место, тут начинаются скандалы. Вот, скажем так, несколько нечто подобное и в системе синоптики происходят между циклонами, антициклонами. То есть мы попали в эпицентр скандала циклонов двух? Да. Дело в том, что он породил заток холода, который пошёл у нас с Исландии на Средиземноморье, потому что он сдвинулся к востоку. Создал большой контраст температур. То есть арктическая, по сути, воздушная масса пришла в тёплое Средиземноморье. И поэтому отсюда и пошла серия циклонов, потому что это не последний циклон, который будет на этой неделе. То есть мы ждём такой же силы ещё циклона? Нет, сейчас всё расскажем. Давайте. Дело в том, что вот если касается этого, он, когда зародился в пятницу, потихонечку начал набирать обороты. И вы, наверное, заметили, что первая половина дня была, в общем, ветер там усиливался, а сам циклон в это время набирал силы. Ну да, всё мы почувствовали ближе к вечеру. Да, мы в центре были пока рядышком. То и ветра особо такого, у нас был порыв 18, потом пошёл уже 20. А когда циклон стал смещаться на территорию Херсонской области, на Украину и сейчас в район Брянска, мы попали уже на периферии, в тыловую часть, где, в общем-то, самые хорошие ветра. Поэтому у нас порывы были по Террасполю 23 метра в секунду. Но это порывы на высоте 10 метров, и они тоже были везде разные. У нас Приднестровье маленькое, но, тем не менее, погода была очень контрастная. Если в Каменке у нас даже до опасного явления ветер не достиг порывами, то мы здесь, в Террасполе, были уже, скажем, там 2 метра в секунду всего не хватило до стихийного гидрометеорологического явления. Виталий Витальевич, ну получается, это тот же самый циклон, который обрушился на Крымский полуостров, да, вот этот мощнейший ураган в Чёрном море, где волны были до 10 метров. А нам, получается, повезло? Мы ещё не прочувствовали на себе всю его силу? Да мы бы могли хорошо прочувствовать силу на себе, если бы мы оказались в Чёрном море. Почему? Потому что в Чёрном море нету никаких гор, нету никаких предметов, нету возможности тормозить его развитие, не то, что не развитие даже, а скорость. То есть у нас здесь есть преграды естественные, которые скорость ветра сбивают. А над Чёрным морем там открытый горизонт, и, естественно, что он там любит развиваться. И там скорости совершенно другие были, они были ураганы силы. То, что там волны 10 метров, я не знаю, там 10 нет, ещё по-разному. То, что они были больше 6 метров, это однозначно. 6, 9, 6, 8 это точно, ну, про 10 не знаю. А дальше вот как раз под удар попала Крымская, Крым попал, и дальше этот циклон пошёл уже на территорию Украины, вышел на сужу и здесь начал потихонечку уже заполняться. Он сейчас заполняется, но далеко не уходит. То есть к Краму он вернётся, да, только уже в другом облигии, можно сказать? Другой вернётся, да, другой. И таким же он будет. Чего нам ждать, Виталий Татьянович? Вот, ожидаем, значит, что уже 28 числа в вечернее время пройдут местами дожди, а мы окажемся в тёплом секторе нового циклона, который будет не с такой далеко силой, и по порывам ветра он тоже будет таким же, как было в Каменке, даже может и слабее. То есть мы считаем, по расчёту получается до 13 метров порывы. Вы говорите про Каменку, да? Обычно у нас оттуда весть холоди, ветра, а здесь в Террасполе, на юге всё помягче. Но, видимо, это и наша очередь настала. То есть мы ничего такого существенного от него не ожидаем. И, кроме того, ещё один выйдет циклон, это будет уже в пятницу, тоже по такому же принципу, слабенькому, до 12 метров порывы. И это особо уже и не будет ощутимо. Единственное, что неприятность какая будет, это колебание температуры воздуха. Если в эту ночь она будет минус 5,8, то в следующую ночь уже будет почти такая же положительная, потом опять отрицательная. То есть будет гололёд, судя по тому, что сейчас свет лежит на дорогах. Да, и будет гололедица. Гололедица – это самое опасное явление, которое будет на этой неделе уже после ветра, который уже был. То есть из опасных явлений – гололедица. Виталий Витальевич, ну вот вчера люди, глядя на эту погоду, выходя на улицу, многие говорили, ой, я такого в своей жизни вообще не помню. А вы сегодня, кстати, сказали о том, что нельзя этот циклон, который на нас обрушился, назвать штормом века. Почему? Потому что у нас были ветра и посильнее, до 40 метров в секунду, и на моей памяти до 33 метров в секунду есть. А самый памятный – буря настоящая была, пыльная. Это 2002 год на 7 марта. Это, знаете, как женщина подарок почти был. И я на всю жизнь запомнил. У нас средняя скорость была 15 метров, тут пыльная буря была. И мы даже умудрились побить рекорд по максимальной температуре воздуха, перекрыв максимальный рекорд среднесуточной температуры воздуха. Это редчайшее явление, но такое тоже было. То есть это была не снежная буря, да? Получается, вы говорите, пыльная. Нет, то была пыльная, а здесь снежная. Снежная, да, у нас редко бывает. Но я имею в виду не то, что редко. Мы просто немножечко стали про них забывать. У нас южные циклоны, когда выходят, они много нам снега приносят. И вот именно вот такие заносы оставлялись у нас очень часто уже на территории Одесской области, потому что сам центр циклона проходил несколько восточнее и захватывал те районы, больше Одесской области. Ну и вы знаете, что вот эта полоска, где больше всего метет и самая неприятная, она очень небольшая, но тем не менее мы под нее попали. Это редко, ну не то, что редко, но просто стали немножко подзабывать по южным циклонам. Давайте еще с вами, знаете, какой момент обсудим? По поводу осадков. У нас очень долго, вот буквально две недели назад мы с вами говорили о том, что у нас аномально теплая осень. У нас ужасно не хватает нашей земле воды и осадков. Ну вот, пожалуйста, осадки. Насколько их много или мало выпало? И может быть мы как-то восполнили недостатки осеннего периода? Да, у нас они крайне неоднородно выпали. Очень неоднородно. Если по северу у нас меньше всего в Каменке их выпало там полдекадной нормы, то в Террасполе уже две декадные нормы и в Григориополе тоже. И по декадной норме это Дубосары и Рыбница. Поэтому получается, что, во-первых, в виде снега выпали. То есть снег будет когда таять, то земля все-таки будет подпитываться именно влагой. А это уже будет пополнять влагозапасы почвы. Это единственный такой хороший положительный момент. Ну и с другой стороны, что к нам зима ненадолго заглянула. И уже в конце недели мы ждем опять возвращения осени. А может это была вообще вся наша зима? Один день поддоровалась? Первый и последний снег. Нет, еще снега будут, но чуть позже. И в основном они будут связаны с тем, что выходить будут южные циклоны. Мы надеемся, что они будут. Почему? Потому что несмотря на то, что они много нам проблем достают, все-таки иногда они нам приносят снега. А снег нам сейчас нужен для того, чтобы получить урожай. То есть тут двояко. Да, вот штормовые, когда мы даем предупреждение тоже, к ним надо прислушиваться по тому хотя бы примеру, что не каждый южный циклон может быть, знаете, таким, как мы привыкли, относительно спокойным. Виталий Витальевич, ну вы сказали, что нам стоит ждать снега, будет еще снег у нас. Будет. В таком же виде он вернется, да? Или больше таких апокалипсисов не ждем? Нет, пока о таких циклонах речь не идет. И то, что будет уже на этой неделе, это особо не повлияет на нашу, скажем так, жизнь и не принесет нам больших неприятностей. То есть мы в теплой, когда секторе циклона, мы даже не особо всегда это замечаем. То есть дальше ждем нашу привычную преднестровскую зиму. Спасибо большое, Виталий Витальевич. Мы ждем от вас теперь только хороших прогнозов, поменьше штормовых таких, по крайней мере, предупреждений. И спасибо, с нами на связи был директор гидрометцентра Виталий Кальвенко. Это было экспертное мнение. Сразу после нас смотрите новости. Наши журналисты расскажут о том, как снежная буря отразилась на Приднестровье. Не переключайтесь, оставайтесь в ТСВ. До свидания.